МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А решение Саудовской Аравии снизить цены на нефть обвалило рынок черного золота до уровня времен Первой войны в Заливе. Телеканал приводит мнение аналитика Маргарет Янг. Цитата. «Потребители начнут затягивать пояса и сокращать расходы, и корпоративные доходы упадут. Когда же это случится, рынок просядет еще больше. Это, в свою очередь, вызовет цикл обратной связи. Поэтому нужно остановить паническую продажу прежде, чем мы пройдем точку невозврата», констатирует Янг. Обозреватели также отмечают, что безопасной гаванью для активов, как обычно, в кризисные времена стало золото. Что едят президенты? Испанское издание «Конфиденциаль» сопоставило пищевые предпочтения глав государств с их продовольственной политикой. В Испании уровень ожирения среди населения составляет 27%. 33% жителей ведут малоподвижный образ жизни. Тем не менее, председатель правительства страны в свои 48 лет находится в очень хорошей форме. Цитата. Малоподвижный образ жизни. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 67 лет. Его рацион включает свежие сезонные фрукты, сухофрукты, постное мясо, рыбу жирных и нежирных сортов. В 2014 году Владимир Путин ввел эмбарго на импорт продуктов из США и ЕС. И сделал ставку на продукты местного производства, которые подвергаются соответствующему санитарному контролю. Президент США Дональд Трамп – сторонник фастфуда и калорийной пищи. Его рацион основан на гамбургерах и сэндвичах с яйцами и большим количеством сыра, бекона и соусов, жареных крылышках с картошкой фри, пицце, прохладительных напитках и выпечке. Издание проводит параллель. Уровень ожирения среди населения США составляет 37%, а 35% жителей страны ведут малоподвижный образ жизни. В США высокий уровень заболеваемости раком, диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы. Канцлер Германии Ангела Меркель верна традиционной немецкой кухне. И хотя это качественные продукты местного производства, в них все равно содержится излишнее количество насыщенных жиров и калорий, вредных для здоровья. Германия – страна, где уровень ожирения среди населения составляет 25,5% и где 23% ведут малоподвижный образ жизни, с апреля вводят маркировку качества продуктов, так называемый светофор здорового питания. Что будет, если погаснет солнце? Ученые смоделировали эту проблемную для нашей планеты ситуацию. Об их выводах рассказывает шведское издание «Ветенскап». Опираясь на данные, собранные во время солнечных затмений, эксперты могут со всей определенностью утверждать, всего час бессолнечного света приведет к печальным последствиям. После солнечного затмения над Британскими островами в 2015 году, которое длилось 38 минут, исследователи зарегистрировали падение температуры на 0,83 градуса, в то время как скорость ветра сократилась на 9%. При этом затмение было не полным, а лишь частичным. Цитата. За полчаса полного солнечного затмения средняя температура на планете упадет на 1-2 градуса. Похолодание продлится еще несколько дней. Плохо придется прежде всего животным, а также посевам, особенно в районах, привыкших к солнцу, пишет издание и продолжает. Один день без солнца обеспечит падение температуры воздуха по всей Земле в среднем на 3 градуса. Почти все растения зависят от солнечного света, который необходим для фотосинтеза. Неделя во тьме погубит большую часть урожаев в мире. Пострадают все живые существа, которым не удастся найти крышу над головой. После 7 дней без солнца планете грозят от 2 до 3 лет голода и биологических кризисов. А за год без солнечного света Земля покроется ледяным панцирем. Средняя температура будет держаться на уровне минус 73 градусов Цельсия. Вымрет абсолютное большинство людей и животных. И понадобятся миллионы лет, чтобы мир снова стал прежним. Но, к счастью, подводит итог издание. У солнца достаточно топлива, чтобы светить еще миллионы лет. Так что для нас оно гаснет только ночью или же во время редких солнечных затмений.